Так, разнообразим квадратные аккумуляторы вот таким вот прямоугольным кейсом. Это аккумуляторный блок от ноутбука Hewlett Packard. 10,8 вольт, 55 ватт-час. Тут, кстати, у нас есть также температурный коэффициент. Это от 0 до 60 градусов температура применения. И по фрингейту 32-140. Список, для которых модели он подходит, очень велик. Как видим, самый основной, это получается у нас ХС-ТНН-ИБ-73. Произведено в Китае, опять же. А аккумуляторы оригинальные, корейские. Давайте посмотрим. Это у нас, по идее, должно быть Саньо. Тяжелый аккумуляторный блок. Наверное, начнем снутри. Не здесь вот ковырять. Походу приклеено все. А нет, что-то там хрустнуло даже. Нет, приклеено. Жестоко просто, а? Поступаете с пользователями. Вообще не шевелится. Ага, вот здесь вот есть шевеление. А, ну тут хитро. Они сделали ключ. То есть, вроде бы щель, но это не щель. Чтобы подлезть, надо отодвинуть слегка. Вот она. Вот она. Походу приклеена. Хорошо приклеена. Я не знаю, для фирменных ноутбуков, походу, там средств не жалеют. И они заказывают специально. Более качественную сборку. Блин. Что-то разобрать-то не могу. Что-то шевелишь, что-то крышка-то вообще не хочет ни в какую. Короче, будем выковыривать. Уже, честно говоря, за сегодня я четвертый или пятый разбираю. Уже мышцы на руках болят. Как этот пресса работать. Так, вот у нас сварочка поверена. И что у нас там? Ой, самсунги. Ну, я бы не сказал, что это Корея прям чистая. Я бы сказал, что это чистый Китай. Маленький контроллер у нас тут видно. Так, ну что, попробуем вырвать из лап этого монстра драгоценный аккумулятор. Офигеть. Как одно целое, прям. Смотрите-ка, запаянно тут хорошо. Особенно вот с задней стороны. Тут на колее у нас все висит. Ах-то, аккумуляторы там где-то подзамкнул, греют. Так, надо здесь как-то проковырять это все дело. Так. Ах ты, соскочил. Вот оно. Быстрее, быстрее. Не заспалить. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Что у нас такой цвет-то был? Так, вот здесь вот шинку оторвал. Ну, это не страшно. Два термодатчика через двойник. Ну, красиво сделали. Фирменный предохранитель у нас. И вот он стоит. Также шунт у нас есть. Ограничивающий. Итог заряда, итог разряда. Ой, красота. Что-то полопались аккумуляторные эти наклеечки. Наклеечки. Так. Центральный где-то что-то перемкнул. Что-то центральный. А, наверное, вот эту вот шинкой зацепил. Так, ну что, посмотрим. Самое главное. Самое интересное. Ради чего все это делалось. Ну, это у нас Samsung. 2600 мА. Каждый аккумулятор. Вроде бы из новых, даже партий. Я бы не сказал, что они сильно древние. Так, а у нас впереди тут версия была. Так, 2008 год. Седьмое. Седьмой месяц. Пятое число. Ревизия А. Нормально. По идее, должны быть качественные аккумуляторы даже. 4 вольта. Оба на. Ну, почти. 3,9. Оба на. И. Эх. И вот она у нас. Баночка последняя по разряду. По минусу. Нерабочая. То есть, вот эти вот 4 прям в идеальном состоянии. Как новые. Обалдеть. Нет, тут даже что-то есть. Раскакивает. Так, ну. Как бы вот так вот. Посмотрим сейчас. Кипели ли они или нет. Так. Кипели. 3,8 вольта. Ну, соответственно, если вот тут вот поджать до невыхода газа. Ну, чтобы он не выходил. Вот у нас напруга появилась на первом аккумуляторе. То же самое, по идее, надо со вторым делать. Но их надо разъединять. То есть, аккумуляторы, видать, хорошо нагрузили. Может, блок питания сгорел. Обычно это по многим факторам может происходить. Так, вот мы центр поджимаем таким макаром. То есть, эти два кипели. Состояние их удовлетворительное, я бы даже сказал. Ну, ну, а что у нас тут получается? Так, 3,88. Дальше у нас. 3,893. Как видим, средняя просевшая баночка. Так, ну, тут даже подлезть, честно говоря, сложновато. Тут сделано как-то по-хитрому. Не пробелы хорошие, а вот именно отверстие. Так. Сейчас, походу, и средняя-то кипели. Да, вот она возвращается. То есть, можно вот таким макаром определить, кипели они или нет. То есть, если вы не можете подлезть инструментом, да, то, соответственно, аккумуляторы кипели. Но это, опять же, тоже страшно делать так. Потому что можно на корпус замкнуть и не успеть вытащить прибор, пинцетом или иглу. И у вас аккумулятор начнет раскаляться, например, обожжет руки. Вы это все так же бросите. И, вуаля, и взрыв. Так, 3,86. Так, еще раз посмотрим. 3,93. И, 3,88. Ну, все так и осталось. То есть, нормальное состояние было. Ну, так, вот у нас еще одни асамсунги появились. Вроде бы воскресились. Посмотрим. На этом, наверное, все. Маркировку хоть показать. Тут хорошо видно. Видите, да, лопнуло. Почему-то не от моего. Нет моей разборки. То есть, это именно от температуры, обычно, когда внутреннее расширение. Вот первое, как видим, целое. С ними претензий нет. У них, там, 3,90 с чем-то. А у этих пониже. То есть, тут уже, это у нас, как бы, упаковка термо. То есть, она усаживается на аккумуляторе. Соответственно, если аккумулятор раздувается, она сможет вот лопнуть. Что это делаю. Тут еще, кстати, у нас силиконы. Может быть, из-за силикона, но все-таки... А, ну, что тут у нас по контролю? Давайте взглянем, попытаемся понять. Как тут он себя позиционирует, рабочем состоянии или нет. Короче, тут следы клея у нас. Вроде бы, так как это я подлез. Ничего-то нет. Походу, контроллер сдох. Может, он просто не активный. А, тут же еще у нас оторвался провод. Ладно. Все оставим. На этом все. Всем спасибо за внимание. Теперь появились и у нас и розовые Самсунги. К синим. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Спасибо.